Здравствуйте! Слушайте, я сейчас разговаривала с своей подругой, она у меня живёт в Киеве, и она говорит, слушай, ну я вчера посмотрела твоё видео, ну мало как бы, я так люблю твои болталки, я говорю, сейчас, Рита, будет болталка. Я тем более хотела её рассказать, но как раз она позвонила и сказала, смотрите, какая у меня болталка. Болталка будет называться «Как я попала в морг». Я на территории этой больницы, вот больница, вокруг вот корпуса, и посредине какое-то здание, там написано «Аптека», ну знаете, в здании же есть всякие кабинеты, и каждый кабинет под что-то там был предназначен. Но я точно видела, что там аптека, ещё какая-то фирма медицинская. Вот, ну я так просто видела и видела. А это у меня же вчера было два часа свободного времени, что мне нужно было просто сидеть и ждать, когда придёт лор. А перед этим я вам хотела сказать, что вот там часто, знаете, вот такая машина чёрная, написано «Поминальные фирмы», видимо, люди умирают, оттуда их приглашают, эту фирму, она забирает тело, или что она делает, я не знаю. Я просто когда видела, мне было всегда очень плохо, и я вот отворачивала взгляд, и сначала меня это напрягало, думала, что-то оно мне в глаза постоянно попадается. А потом я поняла, что это больница, тут умирают люди и вызывают, и всё, это не то, что тебе лично попадается в глаза, это просто попадается в глаза. А это я захотела в туалет. Туалет есть в поликлинике, а поликлиника дальше, чем это здание, которое посредине. Я вообще-то, знаете как, вот когда я хочу куда-то в туалет, если я захожу в любое здание, неважно административное или какое-то, там всегда есть туалет. Туалет редко когда закрывают. Я обычно захожу, прямо уверенно иду, и я понимаю, что где-то, например, даже где-то там в конце будет туалет. Захожу в туалет, всё. И тут я думаю, то же самое сделаю, зайду в это здание, зашла в это здание, там какие-то, вошла в одну дверь, а впереди меня женщина шла. Я захожу, и там, знаете, такая тёмная коридора, и там такие двери, и я думаю, ну сейчас в конце коридора я найду это, найду туалет. Женщина впереди меня повернулась и говорит, а вы к кому? Я говорю, мне врач сказал здесь подождать. Она говорит, какой врач? Я говорю, я забыла фамилию, там, ну заведующая, я говорю, такого, там, какого-то отделения, я забыла. И смотрю, знаете, как обычно более строго спрашивают, там, что вы хотите, там, или что-то в этом роде, выйдите, или, ну как-то мне само настроение этой женщины немножко было, смустилось, как-то она так, с таким интересным, а кому вы, а для чего вы здесь? Я думаю, слушай, иди уже, заходи в какой кабинет, куда ты шла, зайди уже куда-нибудь, я сама там разберусь. Ты зайдешь, я сейчас найду туалет, и все. Ну я говорю, она смотрела, не уходит, стала опять спрашивать, ну вы по какому-то вопросу? Я говорю, нет. Мне просто врач сказал здесь подождать. Она говорит, а вы знаете, где вы? Ну я говорю, ну да, в фирме одной медицинской. Она говорит, нет, вы в морге. Вам нужно, чтобы вы в морге были, да? И тут я, знаете, так поняла, ну мало того, что я боялась эту машину, я прям в виде машины мне было нехорошо. А тут я в конкретном морге. И я вот так начала смотреть по сторонам, читать. Там написано десятицеленная какая-то, ну видно, что там с трупами. Мы же, когда я проходила практику в юридической академии, да, у нас там, ну там нужно было пройти, вернее, практику в морге. Мы с девочками там отнесли что-то к какому-то. А, я увидела патолога, она там. И я сразу начала понимать. Представляете, если в какую-то дверь я так открыла дверь, туда же. И мы что-то занесли, и нам практику поставили, все. И я вышла оттуда, думаю, да. Я говорю, а, ну может быть я перепутала дверь. Я говорю, мне фирма медицинская нужна. Потом я сказала, я же помню, чтобы в начале, в ходе была какая-то фирма медицинская. Она говорит, так это не здесь, это как вон выходит налево. Я говорю, а, ну я наверное ошиблась. А мы когда были, когда я была в суде, практику проходила, там одна девочка, она решила пройти практику морги. И мы ее ждали, вот она должна была прийти на обед. Мы так накрыли стол, у нас в суде там перерыв был. Каждый что-то приносил. Самое любимое время было, любимый час был. И пришла эта девушка с морга после практики. Но это, знаете, надо уметь. И мы все начали кушать. И она начала все это рассказывать. Как она там резала, как кишки вытаскивали, как взвешивали, как это все делали. Почки, кишки, кровь. Прямо. И я, мы никто не смог поесть. А у нее аппетит хороший был. Она, она свое поела, она ела и рассказывала. Это нужно уметь. Молодая девчонка, моложе меня была она. Это просто нужно уметь. И она вот это рассказывала. У нас у всех аппетит пропал. Нам было, конечно, интересно. Мы это слушали, но аппетит пропал. Она все это рассказала. Вытерла только все. Я помню. И все. И, кстати, далеко пошла эта девушка. Ну, далеко пошла. Стала таким начальником в этой сфере. У меня вот мама очень боится кладбища. Моя мама очень боится кладбища. Мы как-то поехали в село к ней на кладбище. И начали что-то убирать. Смотрю, что какой-то мужчина там стал холодным. Мужчина ходит и все. Мама так боится больше, чем мне. Ну, я вообще, я кладбище не боюсь. Мне там даже, знаете, как-то вот хорошо, спокойно, умиротворенно. Я прислушиваюсь к этой тишине. И мне вот эта тишина нравится. Она какая-то такая своеобразная тишина на кладбище. Умиротворенная. Мама увидела, что это... И она стала закругляться. И стала очень быстро идти. Я за ней. А у нас были тапочки. Такие, знаете, ну, тапочки. Она стала бежать. Просто бежать. А попробуйте в тапочках побежать. Так особо не побежишь, когда они без задников, знаете. Ну, и я стала за ней бежать. Она бежит... Я даже... Не знаю. Это мужчина просто был на мужчине на кладбище. В общем, она панически это боится. И тут я так и сходила, как я сходила в туалет-морг. Я вышла. Думаю, боже мой, это может быть знак какой-то или еще что-то или как. Думаю, нет. Какой это знак? Просто в этот раз твоя хитрость не сработала. И все. Звонила я сегодня к маме. Она говорит, она... Вот у меня четвертая капельница. Мне неудобно говорить, когда я в капельнице. Вообще, мама не особо любит поговорить по телефону. Иногда у нее так лимонет, она может. А вот в основном она не очень любит говорить по телефону. Хорошо, что я вчера и газеты купила вот эти. Я ей такие газеты купила. И она сегодня... В точку я попала, понимаете? И она начала сегодня такие стать. Такие там истории из жизни. Такие истории. Мне казалось, что сейчас ей мешать даже не надо. Я же вообще газеты не покупаю. Случайно вчера, я не помню. А Пемзу искала. Вдруг киоск нашла. Там газеты продаются. Оказывается, что газеты все-таки продаются. Все-таки продаются. И я там искала то, что надо. Надо бы поехать. Если я поеду, то еще куплю эти газеты. Пусть читает. Она говорит, какой-то фильм какой-то она смотрит. Боже, боже, какой фильм хороший. Я бы тут там жил. Страдать надо. А мне нравятся такие фильмы. Так что, такие дела. Кому-то нравятся такие фильмы. Мама и Амора. Вы знаете, я иногда люблю телевизор посмотреть. Вот сегодня мы посмотрели Созадан фильм. Советский фильм. Там еще Высоцкий играл. Золотухин, Высоцкий. И мне так как-то вот спокойно на душе было. Вот хорошо, спокойно, тепло, приятно. А после этого еще один фильм начался. И я думаю, я бы с удовольствием сидела бы и целый день смотрела фильм такой. Я помню как Цыган. Помните фильм Цыган? Папа всегда смотрел. Вот когда вот эта музыка идет Цыгана там. И он говорит, как мне эта музыка нравится? Я когда эту музыку слышу, вот с фильма Цыгана, я все время вспоминаю папу и как он это сказал. Так мне нравится. Помню, вся семья собиралась. Все все собирались. Старались все дела сделать до фильма. И у нас дома никто не мог пикнуть. Пикнуть никто не мог. Должны были все сидеть слушать. Папа не любил, когда перебивают. А мама любила. Мама этим делом грешила. Она могла что-то высказать, сказать. Я помню, они так хорошо иногда ругались во время фильма, потому что мама любила прокомментировать. Прокомментировать. Вот. Как что, такие дела. Не знаю, вы любите фильмы смотреть советские? Именно, знаете, по телевизору. Такое ощущение, что вот не по компьютеру, а по интернету, а вот такое ощущение, что не ты один смотришь. Ой! Боже мой, боже мой. Знаете, я такую штуку купила. Ну, Ане я подарила, но Ане, по-моему, этим не пользуются. Вот эта круг светодиодная лампа для фотосессий и так далее. Дала немало денег, но мне кажется, она не стоит своих денег. Два двести. По-моему, два двести. Потому что ошибаюсь. Да, я могу ошибиться. Я это умею делать. Ну, да. Плохая шутка была. Ой. Ну, я... Ну, что я? Не знаю. Ладно, тогда все, вот такая болталка получилась.